Мы подумаем просто еще там узким кругом, как технически реализовать эти идеи, которые мы сегодня обсудили. Я пока, честно говоря, не понимаю, как это сделать, но это надо пережить. И со следующего года начать это реализовать. То, что вы сказали, мне как бы все это близко. То есть и про группу, которая будет... Прежде всего надо давать группу мониторинг. Это самое главное. Должен быть, скажем, отсмотр того, что происходит. Всей поляной, всех вот этих детей, кто прогрессирует, кто регрессирует, у кого какие проблемы, у кого какие плюсы, у кого минусы. И так далее. Сперва должна быть проведена аналитика, потому что бессмысленно проводить сессии, проводить встречи, я не знаю, все что угодно, когда ты не владеешь полной картиной, когда ты не понимаешь, кто к тебе приезжает, какие у него сильные и слабые столы. И, соответственно, нужно... Нет, здесь проблема в том, что еще как бы... То есть мы будем наталкиваться постоянно на какое-то сопротивление родителей, тренеров, еще кого-то. То есть нам надо здесь именно наладить это таким образом, чтобы это было, например, ввязано с теми деньгами, которые платят за победы на крупных соревнованиях. Потому что человек там выиграл за чемпионатей в победе, он в течение года получает премию, значит, достаточно существенную. Иначе, вот у меня ощущение, что это, конечно, хорошо, лучше, чем если ее не было бы. Но мне кажется, что это не самый критерный склассоп третий день. То, что, насколько я понимаю, во многих случаях это служит все-таки, в первую очередь, распоряжаясь ей все-таки не ребенок, а его родители, только для заканья для этой семьи, а не для того, чтобы... Здесь, слава богу, здесь дело не в этом, здесь дело в том, что мы каким-то образом должны добиваться, помимо того, что мы хотим добиваться реальных результатов, это выращивать, так сказать, смену, нам надо еще показывать результат на юношеских соревнованиях, чтобы получать на них деньги. Потому что если мы начнем не выигрывать эти соревнования, то тут взаимосвязанная система такая, поэтому чем больше мы выигрываем медалей, тем легче нам вообще получать деньги наши. Нет, я понимаю, но просто мне кажется, что это не самый эффективный способ передачи денег этим детям. Ну вот, условно, это ближе к нам, то есть эти деньги уходят на какие-то специальные цели, там поездка на турнир, покупка компьютера, тренер-то, конечно. Дело в том, что даже если деньги уходят на семью, это тоже хорошо. Ну это хорошо, это лучше, чем это. Нет, нет, потому что это ребенка, на самом деле, это заставляет родителей подстегивать детей заниматься шахтой. Это как-то становится прекрасно нормально. Когда родители понимают, что это профессия, которая может в какой-то момент, то есть будет одним из многих обман, мы говорим, что это профессия, которая может приносить деньги. Да, да, да. И оплату сбора, поездка, и так далее. То есть, ну все равно это неэффективно. Это мутная, я могу сказать, почему там она мутная, и она неэффективная оказалась. Это не правда. А здесь, как бы, деньги приходят с семью, уже они тратят, здесь все равно не отстыдишь. Все равно, как бы ты ни сделаешь, когда деньги попадают в человека, он начинает волнуют хозу. Ну, нравится. Это уже его деньги. В Америке система сенса целых, как раз, там интернодировались, и там это было довольно неэффективно. Просто ты выглядела, что это неэффективно было, потому что не говорили слишком поздно. Потому что человек уже перечал школу, где в этом было, поэтому много... Но, так скажем, это... Нет, в Америке очень много панатов, которые даются как раз в последние годы, либо последние два года в школе, это именно за этим, это не за тем, чтобы человек повышал в школе и в школе. А это не важно. Я говорю, я знаю, что эта система и математически перетит. И гуманитарна, она именно не на воспитании профессионала, а то, чтобы человек, занимаясь тем, что он занимает, что он не приносит конкретно денег, мог стать на мере. Шоком, наверное, лично, и на то, чтобы шоком стал профессионалом, но за эти два года, на такую разницу платили даранты. В этом, сейчас, система в школе, когда к одному человеку дается дарант на два года, и так вот, ну, идиот, а затем. То есть, если не на время, на два часа получаются эти даранты. Ну, это так, чтобы было помочь. Ну, вот я с тобой помогал, нам это делать. Пример, там же, как я его, был здесь способный. Он на чемпионове с для сейта, и стал, он за погоду, он платил. Ну, ладно, игра, действительно наш успехов все это окончилось. То есть, ну, банки, наверное, могут попросить на вещи в разных шахтах, или нет? Ну, правда, если бы они покарли, то, как бы они не были, то, как бы они не были. Я хочу еще одну вопрос поставить, в которую вы ставили...